Израиль отменяет маски. В конце мая собирается опускать привитых. Ход от другого пути швабы. Европу в это время закрывают. Но я думаю, в Израиле может прийти новый вид ковида. Несколько недельку назад мне из Франции рассказывали, что там их начали активно по телевизору пугать, что сейчас придет новая версия ковида бразильская, которая более смертельная, поражает нервную систему, ей болеют даже дети. Ужас, ужас, ужас. И поэтому есть шанс, что мероприятия будут продлены. Еще на неопределенное время. Ну вот, с учетом того, что проходило в Израиле, я не удивлюсь, если у них сейчас начнется новая волна ковида, уже другого. Так что не расслабляйтесь пока. США вводят очередные санкции на ФСЗ. Российский рынок национальный банк на это не реагирует. Ну потому что рынки уже вообще не реагируют. Они живут в своем мире. Разделился мир на реальный и виртуальный. Плюс санкции введены таким образом, что, ну, всем, кому нужно, обойдут. И кроме красивых слов, реально они ничего не делают. Там больше слов, меньше дела. Поэтому вот такое отношение уже. Как слабость и блеф со стороны США. Ну, блеф это больше. То есть там, называется, чисто сделали и все. Какие отношения ждут Казахстана и Россию в будущем, если на данный момент изменения в вашем праве касательно розжига беспорядков в Бармалееме? Давайте так. Если Украина... Ну, давай. Поскольку Украина утихомирилась... Если бы Украину взорвали этим летом, вот на Донбассе начались по состоянию, скорее всего, этот год для Средней Азии прошел бы тихо. Если сейчас Украина быстро утихомирится, то тогда фокус внимания переключится на Среднюю Азию. Тогда, может быть, и этот год запылает. Ежели напряженность на Украине будет держаться хотя бы, ну, полгода, то тогда на Среднюю Азию просто ресурсов не перекинут, и этот год пройдет спокойно. Принципиально ничего не поменялось. Бармалии никуда не делись. То есть социальное недовольство, количество салафитов и хоббитов никуда тоже не делось. Так что ситуация, в принципе, и тяжелая, и неприятная. Будущее Испании и Португалии. Ну, новая Ганза. Вопрос, как они туда будут входить. То есть это распад, это формирование маленьких территорий Европы, Европа регионов. Вопрос, где какие будут сильны, нужно смотреть. Мы понимаем, что там, где Каталония, там будут условно-либеральные территории. Там, где более жесткие, особенно если регионы у нас меньшинств, типа Басков, или, да, как-то классические, ну, как, франкистские территории, там возможно формирование территорий такого консервативного типа. правых, может, даже сильно католических. То есть, ну, в принципе, распад по провинциям, и часть из них падет под контроль, ну, как бы в Новую Ганзу под контроль Британии. Какие-то из них могут стать отдельными анклавами других игроков, но они самостоятельные. Ну, плюс, давайте понимать, что то самое, что и с Францией, небольшие халифаты вполне могут оказаться на их территории. Даже более чем уверен, что где-нибудь, да, окажутся. То есть, ничего хорошего. Посмотрите стратегию Западной Европы, очерку, где стратегический взгляд на Западную Европу, там я подробно описывал, что будет в этой территории. Так, видел, что во Франции, но вы, что во Франции в альтернативе для Германии, тоже говорили, начались разговоры о выходе из ЕС. Так, они все время есть и выходы. Вот, когда был где-то год назад во Франции, перед самым карантином, там ходили, там уже разговаривали про то, что будет все это закрываться на карантин, что сейчас вот вирус, вирус начнется, пойдет, и все равно продолжали ходить. Товарищи с табличками Фрексит, желтый-зеленый, блин, кричать, возмущаться. Так что, тема-то старая. Развальцы ли есть в ближайшие пять лет? Ну, давайте так, влияние централизации структур очень сильно просядет. По факту это будет развал, формально нет. То есть, объединение останется, но его полномочия, значимость очень сильно упадут к тому времени. Что будет с Грецией, Кипром и Талией? Ой. Да ничего хорошего. Давайте так. Кипр это будут, скорее всего, чьи-то морские базы, в лучшем случае наши. Ну, если Турция под распад пойдет, то точно наши. По Греции, если удержатся от волны неоварваров, которые на них пустят, то тогда нужно будет немножечко подождать, и туда зайдет Россия, формируя южно-русское генерал-губернаторство. По Италии будут разделения. Север Италии будет тяготеть к формируемому новому консервативному блоку на территорию бывшей Австро-Венгрии. Ну, то есть, скорее всего, это будет Вена. В зависимости, что войдет Россия или нет, там будет Вена и дальше на запад. Если Россия не будет ходить в Европу, туда будет Вена и все вокруг нее. То есть, бывшая Австро-Венгрия, тогда Греция тоже к ним будет тяготеть. Южная Италия – дикие земли. Там, скорее всего, будут формироваться некие территории самоуправления. Ну, вспоминаем мафиозные системы и прочее-прочее. Ну, вот примерно вот так вот. То есть, такие маленькие Европа-территории со всеми подходящими принципами. Как вы относитесь к ажиотажу США около НЛО? Ну, что дурно, то потешно. У нас же тоже в начале 90-х все начали НЛО находить, говорить, что нам этого не рассказывали, пытаться от всей этой вот хренатени и чего-то искать, какие-то смыслы. Ну, отупление, массовый психоз. Ну, вот пусть оно так и идет. Утечка, видимо, рассекречивание документов скоро. Ой. Мечты и фантазии, отсутствие критического мышления. Так. Ростница планирует взять ипотеку и провести квартиру на окраине Парижа. Ипотека аналогично имеет постоянную работу дополнительно, также взнос. Ну, давайте так, если она ничего не теряет при этом, ну, то есть, аренда и ипотека, она вполне это может сделать. Не самый лучший вариант, поскольку, ну, ей психологически будет приятнее, что она живет вроде как в своей квартире. Плюс, ну, не надо всегда ориентироваться, вот я говорю, плохо-плохо. Не идите только на поводу того, что я говорю, всегда пытайтесь идти несколькими путями, несколькими вариантами. Пусть. Если абсолютно одинаковые условия для нее. А, хотя нет, там первоначальный взнос 20-25 тысяч, а вот это уже тогда не надо. Тогда не надо, пусть ждет. Если бы взноса не было, пусть перекидывается вообще без проблем. Если есть такой взнос, пусть лучше уговорить ее подождать до конца коронавируса, когда система заработает лучше, поскольку тогда станет понятно, что восстановилось, что нет. Вот просто вот так вот ей это объясните. И может быть что-то изменится. Может быть она может быть другой район посмотреть. Может быть нужно будет посмотреть какие-то другие условия. То есть пусть она лучше вот эти вот деньги, которые у нее есть. На первоначальный взнос заныкает, спрячет, там куда-то переведет, часть там золота купит, часть оставит в евро. И подождет окончание вот этой ситуации. Не нужно сейчас дергаться. К тому же все эти ситуации, покупки в условиях карантина, там карантин на месяц продлили, то есть до середины мая. Вот не надо, пусть подождет. Просто уболтаете ее подождать до конца года, до возвращения к нормальной жизни. Тогда она поймет, что возвращения к нормальной жизни не будет. И вот это вот все не нужно будет. Если бы вот эти вот цены не вижимости растут, некуда им расти, экономика падает. Вот пусть подождет. Не нужно сейчас все запасы кидать в какую-то хрень. Есть ли смысл покупать квартиру в Москве сейчас? Нет, никаких цены дико взвинчены. Это выкидывание денег и ресурсов никуда. Или подождать, когда цены упадут. Подождать, когда цены, структура цены изменится. Сейчас это вообще не тот вариант. Не нужно туда лезть сейчас. Если упадут, то когда примерно? Ну давайте так, где-то в чем упадут? Смотрите, в чем у вас будут деньги? Я уже говорил не один раз, что я жду, что после падения обвалов на бирже, обвалов, за началом взрыва пузырей, где-то полтора года пройдет. И цена физического золота вырастет так, что раз 8, 7-8. То есть 1 килограмм чистого металлического золота будет стоить трешка в хорошем районе Москвы. Хорошего уровня. Вот так вот я жду. Именно соотношение цен, изменение цены. Вопрос подождать, вопрос в чем подождать. Если в рублях, ждать бесполезно. Если в долларах вопрос хороший, сколько они доллары проживут? Евро то же самое. Поэтому я для себя такое соотношение вывел. Это, по крайней мере, я понимаю логику. Все остальные логики, может сломаться все. Поэтому сейчас покупать это безобразие полное. Сейчас пузыри все называются, как только могли. Поэтому нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...